Президент Зеленский поставил перед новым главой Нацсовета реформ Михаилом Саакашвили ряд задач, в частности, по совершенствованию налогового законодательства и завершению реформы таможни. Об этом Саакашвили рассказал в ходе встречи руководителя Офиса президента Андрея Ермака с послами G7. Кроме того, среди задач координация сотрудничества с международными организациями, говорится в сообщении, совершенствование налогового законодательства, продолжение дерегуляции и завершение реформы таможни. Также Саакашвили отметил, что вскоре состоятся консультации с ведущими бизнес-ассоциациями Украины и будет наработана программа Национального совета реформ, которую представят на утверждение главе государства. Напомним, ранее Михаил Саакашвили заявил, что его назначение на высокий пост в Украине означает, что президент Украины Владимир Зеленский очень решительно настроен на радикальные реформы и изменения. Назначив меня, Зеленский продемонстрировал ключевую черту всех успешных реформаторов, готовность делать смелые шаги, даже если это вызовет злость и недовольство. Моя кандидатура вызвала гнев у многих, кто пользуется статус-кво, включая членов собственной партии президента. Тем не менее, он настоял на своем, сказал Саакашвили. По его словам, в такие отчаянные времена люди хотят реальных изменений. Зеленский это понимает. Ближайшие месяцы это тест на его лидерство, как и на мое собственное, считает Саакашвили. Он отметил, что в Украине у него нет таких полномочий, как в Грузии во время президентства, но стабильная реформа в любой стране – это командное усилие, а не представление личных заслуг. Я бы не принял это предложение, если бы не был уверен, что Зеленский будет решать эту задачу. На фоне пандемии COVID-19 Украина находится на грани экономического кризиса потрясающих масштабов. Ожидается, что ВВП сократится минимум на 7% в этом году. Безработица стремительно возросла, и 45 миллионов людей столкнулись с неопределенным будущим, когда продолжается гибридная война с Россией. «Но благодаря опыту, как президент Грузии, знаю одно – кризисные моменты могут иметь неожиданные возможности», – объяснил Саакашвили. Стоит напомнить, что после назначения Саакашвили главой Украинского комитета национального совета реформ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет положительных результатов от деятельности политика в ближайшие месяцы. Результатов работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, но в ближайшие месяцы он должен быть. Результат по поводу дерегуляции в бизнесе и реформы таможни, заявил Владимир Зеленский. Он отметил, что на посту президента Грузии Михаил Саакашвили предалил коррупцию и создал современную таможню. Мы с ним много об этом говорили. Он рассказал, что в свое время поставил новых людей на таможне, потом всех разогнал. Через некоторое время поставил других, и пришлось разогнать снова. Но такая сложная вещь – реформа таможни. Я хочу, чтобы он ею занимался, сказал господин Зеленский. Президент Украины отметил, что у господина Саакашвили достаточно крепкие инвестиционные связи со многими странами. Также он заявил об интересе к его помощи по поводу необходимой Украине пенсионной реформы.